В Рязани сняли подростков, занимающихся зацепингом. Они катались на троллейбусе по Первомайскому проспекту. По статистике, ежегодно бывают случаи, когда в областную детскую клиническую больницу попадают дети, получившие травмы во время таких развлечений. В этом году в апреле 11-летнего ребенка ударило током. Мальчик залез на цистерну и коснулся контактной сети. Итог ожог 80% кожи. Врачи боролись за его жизнь. Ребенка отправили в ожоговый центр, но через месяц он умер. 15-летней девочке, которая решила сделать селфи и залезла на цистерну грузового поезда, повезло больше. Были организованы неотложные следственные мероприятия, произведен осмотр, место происшествия. Согласно медицинской документации, пострадавшая поступила 30-35% ожогов кожных покровов. Разной степени. В настоящее время находится на излечении в медицинском учреждении. Инцидент произошел 23 июля. С тех пор она находится в областной детской клинической больнице. Она в сознании. По словам заместителя главврача по медицинской части Натальи Марьевичевой, жизни пациентки ничто не угрожает. Курс лечения будет очень длительный. И, конечно, ей предстоит и несколько оперативных вмешательств. Мы не боги и никогда не предугадываем, как будут развиваться события. Но, учитывая, что сейчас, на сегодняшний момент у нее только начало всей этой терапии, то, вероятно, всего, конечно, 1 сентября она пропустит. 15-летняя девочка, получившая удар током, приехала в парк неподалеку гулять с мамой. Как она с подругой оказалась вблизи железной дороги, остается только гадать. Поэтому врачи и представители правоохранительных органов не перестают обращаться к родителям с единственной просьбой. Дети должны знать, что пути не место для игр, находиться на них опасно для жизни. Дети сами, когда уже травма эта происходит, и потом, они очень сожалеют о том, что они залезли на вагон и так далее. Потому что в любом случае травмы тяжелые, и они предполагают и оперативные вмешательства, и другие лечебные манипуляции, усилия общие очень большие. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эти травмы предотвращались. Напряжение на ветке, где ударила током 15-летнюю девочку 27 тысяч вольт, погоня за удачной фотографией, могла стоить ей жизни. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».